Аллилуйя! Слава Богу! А вы готовы для следующих уроков? Вы готовы для следующих уроков по теме исцеления? Вы заметили, что мы стараемся рассказать вам о разных методах исцеления больных. Но всегда встает один вопрос. А вопрос такой, что будет, если не произойдет исцеление? Подумайте-ка ответом на этот вопрос. Что же будет, если вы не исцелитесь? Господь благословил нас. Мы видим сотни и тысячи людей, исцеляющих каждый год на наших собраниях. Но ведь есть и такие, кто не исцеляется. Я не понимаю, почему Господь не исцеляет не всех. Кто не из вас понимает это? Есть ли здесь кто-нибудь знающий? Почему Бог исцеляет не всех? Я не знаю. Иногда очень трудно понять, почему именно этот человек не исцеляется. Но я расскажу вам, что же делать в случае, если кто-то не исцелится. И я знаю, что вы найдете мой совет довольно благоразумным. И много-много лет назад у меня была язва на ноге. Если без знакомость с кем-то, имеющим язву ноги, как последствия воспаления вен, то вы узнаете, как страшно такой человек страдает. У меня есть огромная вера в исцеление. Я возлагала руки на эту язву снова и снова. Чарльз тоже возлагал на ней руки снова и снова. И мы применяли каждый знакомый нам принцип Библии для исцеления. А язва становилась все хуже и хуже. Я цитировала Слово над ней, я верила и оклала на нее Библию. Иногда, ночами, во время наших поездах, боль становилась невыносимой после того, как я стояла много часов подряд, как будто раскаленный стержень пронизывал мою ногу. Тогда Чарльз сидел со мной до утра, читая Слово Божие и провозглашая Его действия на мою ногу. Потом же мы написали книгу «Исцеление больных». И мы преподавали по этой теме, теме «Исцеление больных». Между тем, моя нога становилась все хуже и хуже, пока я не начала думать, что не смогу окончить свою всю серию лекций «Исцеление больных». И последний день занятий я не забуду, пока я жива. Я стояла все время на одной ноге, потому что нагрузка на больную ногу причиняла мне нестерпимую боль. И я держала мою больную ногу все время на весу. Если бы не помазание Божие, я никогда не выдержала бы занятий из-за этой страшной боли. Чарльз забрал меня прямо с кафедры к доктору. И никогда я так сильно не страдала во всей моей жизни. Я вообще очень хорошо переношу боль. Но это также и моя проблема, так как я не понимаю, что больна, потому что привыкла не обращать внимания на боль в теле. И когда же доходит до того, что я не могу терпеть, тогда я знаю, что что-то не в порядке. Итак, он забрал меня с кафедры и посадил в машину. «Я везу тебя к врачу», — заявил он мне. И мы пошли к специалисту. И первое, что он сказал, было, «Почему вы ждали так долго?» Мне сделали рентген, взяли анализы, осмотрели меня. Инфекция к тому времени распространилась в кость. Она проела дыру в моей ноге, аж до кости. И это было причиной этой нечеловеческой боли, которая была у меня. «Я не могу отпустить вас домой», — объявил мне врач. «Вы сейчас же поедете в больницу». «Я не могу», — ответила я. «И почему же?» «Да потому что я евангелист и верю в целительную силу Божию. И я не могу лежать в больнице. Но дайте мне немного времени, чтобы обдумать все и помолиться об этом». И мы с Чарлзом вернулись домой. Врач напоследок предупредил, что я могу потерять ногу, если сразу же не лягу в больницу. Что бы вы сделали, ощутившись в такой ситуации? Я молилась, наверное, 15 лет об этом исцелении, но исцеление все не приходило. И, вернувшись домой, я немедленно отправилась к телефону. Даже не сняв пальто, сразу же к телефону я позвонила брату Джону Астину, моему очень хорошему другу. И Джон, и Доди, и Кеннет Коплен все молились за мою ногу. Все, как я уже сказала, все в книге молились за мою ногу. Доктор же утверждает, что я потеряю мою ногу. Джон сказала я, «Что же мне делать? Ты знаешь, я верю. У меня есть вера. Ты знаешь, что я не сомневаюсь. Но что же мне делать сейчас в этой ситуации?» Джон Астин не ответил мне. Он начал молиться. «Отче!» – молился он. «Убери всякое осуждение. Открой ей. Открой, Господи, что путей исцеления у тебя много. И охрани. Францис от осуждений людей, говорящих. Она наверняка согрешила. Пусть она идет, отче, в больницу. И я благодарю тебя за исцеление во имя Христа. Я славлю Бога за брата Джона Астина. Я позвонила доктору без промедления. «Доктор, я сейчас приеду к вам в больницу», – сказала я. И мы вернулись в эту больницу. Врач же предупредил, что я должна буду пролежать «У них три или четыре месяца». «Хорошо», – ответила я. «Я не принимаю этого имя Христа. Я просто не принимаю этого». Я не могла представить себе лежащий там три-четыре месяца, старающийся выздороветь. Чарль сказал тогда врачу очень важную вещь. Господь дал ему слово мудрости. «Моя жена», – сказал он, «под вашим наблюдением, помните это, если вы пойдете к врачу». И он предложал, «она будет делать то, что вы скажете ей делать. И она проводит в больнице столько, сколько будет нужно». Господь сказал мне, а это иногда очень трудно, когда вы разговариваете со врачом, не христианином. Господь сказал мне, что ее выпишут в восьмой день. Доктор возразил, «Пут!» Это нереально. Я подчинилась требованиям доктора и больницы, когда и вы будете у врача делать то, что он вам скажет. Вы понимаете? Да. Я отдала себя под опеку доктора, и было очень интересно видеть, что когда они начали очищать мою рану, отрезая всю эту мертвую кожу, он так удивился тому, что Божья чудесная сила начала уже действовать. «Смотрите, как течет кровь!» А я «Ой, оттуда течет моя собственная кровь!» А он этому радуется. Но знаете, почему он радовался? Рана никак не заживала от того, что в ноге не было циркуляции крови, которая необходима для исцеления. Кровь бьет струей по всей комнате, а он радуется. Я поправлялась с каждым днем. Я делала все, что от меня требовалось. Абсолютно все. Наступил седьмой день, и я сказала тогда врачу. Завтра восьмой день. Бог сказал моему мужу, что я смогу тогда выписаться. Ни за что. Был его ответ. «Хорошо, у нас в конторе будет праздновать Рождество. Отпустите меня на два часа? Если вы только разрешите мне пойти, я быстро сбегаю в клуб, поздравлю всех наших работников и сразу же вернусь обратно. Двух часов мне на это хватит». «Хорошо», согласился врач. «Я подумаю, так как вы начинали поправляться». Мы с Чарльзом молились в ту ночь. На следующий день меня осмотрели. Были там и другие врачи. И когда вошел Чарльз, врач сказал, «Берите свою жену, но не приводите ее обратно». Аллилуйя! Аллилуйя! Он сказал, «Не приводите ее обратно». Конечно же, я вернулась для анализов и проверок. В первый же раз врач созвал всех специалистов по костям из всей этой больницы. «Я хочу, чтобы вы посмотрели на это», сказал он им. «Я не знаю, что она сейчас скажет, но если бы это случилось 2000 лет назад, то этот случай был бы записан обязательно в Библии. Это Божие чудо. Божие чудо. Настоящее Божие чудо. С того времени у меня уже никогда не было проблем с ногой. И вы спрашиваете, слышала ли я, что сказал мне Господь? Да. Может, иногда у меня были недостаточно веры. Я не знаю. Может, я просто не достигла нужного уровня. Но при всех моих проблемах я была исцелена мгновенно. Но есть еще очень важная вещь в этом. Я часто думала, думала потом, что, наверное, все случившееся для того, чтобы ободрить тех, которые, кажется, не могут пить из источника благословений, или для тех, кто чувствует вину или осуждение от того, что пошли в больницу. Если надо в больницу, идите и верьте в чудо. Когда мы вернулись на проверку, с собой у нас было 100 наших книг. Я попросила одной из медсестер распространить эти книги всем находящимся в больнице. И наша больница маленькая. Я попросила ее раздать книги по всей больнице. Вы не догадываете, сколько людей приняли тогда Христа Спасителем. В больнице было тогда 50 палат, по две кровати в каждой. Медсестра рассказывала мне потом, «Я заглядывала в каждую палату в больнице, и везде люди читают ваши книги». Вы думаете, что Бог посрамил дьявол и совершил чудо? Знаете, что это так и произошло. И меня попросили прийти снова и помолиться за больных в больнице. Случившееся открыло мне двери туда. С того времени и до сегодняшнего дня у меня больше не болела нога. И никогда больше не будет. Я просто славлю Бога за умелые руки доктора. Было бы, конечно, намного приятнее, если бы не нужно идти в больницу. Но если вам надо туда идти, идите без чувства вины и осуждения. Хорошо? Делайте это. Аллилуйя. Глава 13 главы о том, что будет, если я не слюсь. Всем же, стоящим видеокассету, если вы не знаете, кто я хочу представиться Франсис Хантри из города Света. Перейдем теперь к 14 главе о том, как чувствовать Святого Духа. После окончания этой школы, конечно же, все начнут применять свои знания на практике. Но я надеюсь, что еще до окончания этой школы вы начнете практически применять свои знания. Мы должны заниматься этим каждый день. Нам необходимо быть чувствительными к Святому Духу, ведь Господь хочет говорить с нами. Разрешите еще напомнить вам, не позволяйте вашей фантазии сбить вас с пути, думая, что вы будете бегать по улицам, по всем больницам, опустошая кровати от больных, так как Господь Христос не действовал таким образом. Вы знаете это? Но в специальной ситуации Бог будет говорить тебе и делать необычные вещи. Самое интересное, что я когда-либо делала в необычной ситуации, это не молиться за всех, за тех, кто сидит в инвалидной коляске, мы молимся про себя. Мы попросили Господа провести нас через каждый аэропорт, и если мы видим человека в коляске, мы просто просим Господа исцелить их и поставить на ноги. Аллилуйя! Мы молимся, проходя мимо, а потом оборачиваемся, чтобы увидеть, что происходит. Так мы знаем, что придет день, когда мы увидим, как сила Божия осенит каждого инвалида, и они исцелятся. Мы молимся за них языками, про себя, проходя мимо них, и это захватывающе. Но мы не подходим к каждому и говорим, я хочу помолиться за вас, чтобы вы встали из этой инвалидной коляски. Однажды я была в аэропорту города Атланты, и я забежала в женский туалет, и там была женщина, сидящая в инвалидной коляске. Дух Божий проговорил ко мне, «Иди и возложи руки сейчас же на нее». Такой момент, самый подходящий для возложения рук. Поэтому я подошла к ней, говоря, «Меня зовут Франсис Хантери, я христианка. Могу ли я помолиться за вас?» «Я принимаю все молитвы за себя», – ответила она. Я не очень помню, что я сказала. Наверное, я возложила руки, приказывая, «Исцелись во имя Христа». Потом я вышла из туалета и побежала к ожидавшему меня часу, чтобы успеть на следующий самолет. И развязку этой истории мы узнали только шесть месяцев спустя из одной газеты. И на первой странице стояло исцеление Салли Джонс, незнакомкой, в аэропорту. В газете помещалась и вся статья. Салли, писала газета, была коллегой от рождения. В аэропорту города Атланты женщина в туалете сказала ей, «Меня зовут Франсис Хантер, я христианка. Могу ли я помолиться за вас?» И дальше статья рассказывала о том, как Салли выбежала из туалета, когда поняла, что она исцелена. Она выбежала в надежде найти женщину, возложившую на нее руки. Но она не могла найти ее, и все, что ей оставалось, это благодарить Господа. И только через шесть месяцев после исцеления газета написала об этом. Один знакомый, бывший на наших собраниях, прислал мне эту статью. Это и есть быть чувствительным к Святому Духу. Так, как в этом случае, я поступаю очень редко. И только тогда, когда об этом говорит мне сам Бог. Когда же Он говорит тебе, все сбывается. Если же чудо не происходит, значит, кого вы слушали? Вы слушали самих себя. Но если однажды, однажды вы совершите такую ошибку, не падайте духом. Господь может превратить неудачу в настоящее чудо в вашей жизни. И во время собраний в Вайоминге к нам принесли мальчика с открытым расщеплением подзвоночника. Его принесли на собрание, и мы сейчас там стояли у стола с книгами. Наверное, потому я и люблю там стоять, что это дает возможность нашей вере возрастать перед собранием. Вошел мужчина, неся маленького мальчика и пару костылей. Ребенку было около 9 или 10 лет. Я посмотрела на него и спросила, «Как же тебя зовут?» «Рэй». И еще что-то ответила. «Знаешь, — сказала я, — Бог только что сказал мне, что ты исцелишься сегодня. Кто знает, что слово, приходящее от Духа Святого и дар веры, приходит в смести? Расщепление позвоночника — очень сложная вещь. Рэй, — сказала я ему, — сегодня будет время и для тебя. Я пророчествовала дальше. В один момент на собрании я позову тебя по имени. И когда я позову тебя, ты должен немедленно встать и прийти. Он не сказал мне, что никогда в жизни не ходил и не знает, как ходить. Он ответил, — «Хорошо». Видите? Он тоже был чувствительным к Святому Духу. В тот вечер было необычное собрание. Я чуть совсем не забыла Рэй и только в конце вспомнила, что я сказала ему. «Этот Дух Святой снова наполнен мне о Нем». «Рэй, где же ты?» — спросила я. «Встань иди во имя Иисуса». И вдруг я увидела маленького мальчика, бегущего через зал. Он сидел где-то в середине зала, а теперь бежал так, как будто у него никогда не было расщепления позвоночника, и он ходил всю свою жизнь. Он встал и выбежал вперед и был совершенно, целиком и полностью исцелен силою Божию. Открытая рана, открытый позвоночник был полностью исцелен силою Божию, потому что я послушалась Святого Духа. Бог сказал мне Своё Слово. То, что должно было произойти, я произнесла его так же, как и вы должны говорить то, что Господь дает вам, и он был исцелен. Недавно я говорила с человека, бывшим тогда на этом собрании, и он рассказал, что это было самое необычное собрание в его жизни. Был еще один случай в другой церкви в Мичигане. Они вкатили женщину в инвалидной коляске. Там было еще три или четыре инвалида, но Бог не сказал ничего о них. Он дал мне специальное слово именно для этой женщины. Я же сказала ей, сегодня на собрании я буду читать Псалом 22, и как только я дойду до места, где стоит, если я пойду, и долиной смертной тени, как только я скажу это и дойду до слова «пойду», вскакивайте немедленно с инвалидной коляске и бегите вокруг церкви незамедлительно. Это и есть быть уверенным к Духу Божию. Я не сказала всем делать то же самое. Я сказала это только этой женщине. Она не спускала с меня глаз все собрание. Сидела же она на левой стороне зала. Я помню эти моменты. Она была на готове, чтобы вскочить со своего кресла. И тут я начала читать 22 Псалом. Когда я начала читать, женщина отодвинула поставки для ног. А когда я дошла до места, если я пойду, я думаю, что я не успела прочесть все до конца. Женщина вскочила, с коляски побежала вокруг зала, буквально побежала вокруг всего зала. Есть некоторые, кто думает, что такое непозволительно в церкви. Но послушайте, я думаю, что если кто-то сидел в инвалидной коляске годами и вдруг исцелился, мы должны позволить ему прыгать и кричать и славить Господа со всей силы. Вы согласны со мной? И эта женщина кричала и скакала по всему залу. Это было просто удивительно. Мы видели ее недавно. Мы видели ее каждый год, посещая эту церковь в Коломазу, в Мичигане. И она по-прежнему полностью и совершенно здорова. Это и есть быть чувствительным к Духу Божию. И однажды, а это было, кажется, тоже в штате Мичиган, мы проводили собрание вечером. На собрании было семь коллег, сидящих в инвалидных колясках. Все они выстроились в центральном проходе, один за другим. Господь дал мне слово мудрости. Скажи этим людям, чтобы они были готовы. Это тоже чувствительность к Святому Духу. Скажи им, что все семеро сегодня встанут со своих инвалидных колясок. Нам нужна вера, потому что нужно много мужества сказать, все семеро сегодня встанут с инвалидных колясок. Вы знаете, что для этого нужна вера? Важно знать, что это сказал тебе Бог. Я встала и сказала им, все вы встанете с инвалидных колясок сегодня, будьте к этому готовы. Когда я скажу, вы просто вставайте и начинайте ходить. Наконец наступил момент, когда Господь сказал, сейчас. Я обратилась к ним, вы сидящие в колясках, серебра и золота нет у меня, но то, что я сдаю вам во имя Иисуса Христа Назарянина, вставайте и идите. Самые длинные 60 секунд в вашей жизни следуют за изречениями такого рода? Я говорю вам, вы просто стоите не дыша, и никто даже не шевелится, и не двигается с места, все замирает, и вдруг с инвалидной коляске встает первый. В тот вечер случилось странные вещи. Тот, чья коляска стояла первая, встал с нее первым. Когда же встал первый, у других появилась вера. Ого, все так, как она сказала. Первый встал, и я буду следующим. Потом с коляски сошел второй, потом третий, и все они в том же порядке, в котором стояли коляски. Все встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и все семь встали со своих колясок. У них были разные болезни, и болезней было очень много, но все они, как один, встали, потому что я была чувствительна к Духу Божьему, и потому что я произнесла те слова, которые мне дал сам Бог. Их вера воскресла, и все семеро встали на ноги. Но не всегда происходят именно такие вещи. Я хочу, чтобы вы знали, что если у вас на собрании присутствует коллега в коляске, и он не исцелится, то не разочаровывайтесь. Не все встают с инвалидных колясок и у нас, но придет день, когда будут исцеляться все. Вы верите этому? Я верю всем сердцем и душем. Потом подошла маленькая девочка, которая носила специальные протезы. Мы, или это была ее мать, сняли с нее протезы, и девочка пошла совершенно нормально. Это собрание было одной из самых шумных у нас. Когда на собрании много людей веры, то это сопутствует исцелением. Знаете, что еще важно? Это произошло во время трехдневного семинара. Когда люди приходят и слушают проповеди три дня, они получают так много и слова, что их вера начинает расти и расти и расти и расти. И число людей веры тоже все увеличивается и увеличивается и увеличивается. И тогда намного легче происходить исцелением, когда вокруг верующие. Откройте теперь главу семнадцатую в нашей книге, которая называется «Чудеса созидания». Она на странице 165-й Бытие 1-3 говорит «И сотворил Господь Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся». Извините, это Бытие 1-3 «И сказал Бог, да будет свет». И потом Бытие 1-21 «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся». Бог сотворил и нас. Если Бог сотворил нас, не думаете ли вы, что Бог снова может воспроизвести ту часть в нас, которая заболела или испортилась? Конечно же, я не думаю, что об этом Библии говорится совершенно прямо, но я верю в моем духе, что у Бога есть целые хранилища запасных рук, ног, глаз, ушей, носов, зубов и всех прочих частей тела. У Бога есть эти хранилища и когда мы критически нуждаемся в какой-то части и у нас есть вера, мы увидим, как в нашем теле появится новая часть, в которой мы нуждаемся. И ни одна фабрика в мире не производит товары длительного пользования без запасных частей. Не так ли? Мы никогда не покупаем больших вещей, изношенные от части, которых нельзя заменить или купить новые. посмотрите на автомашины. Что бы вы делали, если бы вы не могли купить новые свечи зажигания или новые покрышки? Было бы ужасно, если бы износя покрышки пришлось бы выбрасывать и саму машину. Это было бы немысленно. Например, вы купили новую машину и наехали на стекло и порезали покрышку. Что же, выбрасывать мою новую машину из-за того, что у меня нет другой покрышки? Конечно, нет. Почти ко всему, что производится, есть запчасти. И я верю, что Бог поступает так же. Каждый из вас может назвать несуществующие вещи, как будто бы они существовали. Вы можете вызвать к существованию вещи, несуществующие именно сейчас. Это и есть чудо созидания. Библия говорит нам, что Бог животворит мертвых и называет несуществующие как существующие. Это стоит в послании к римлянам 4 главе 17 стихе. Мы с вами простые, неприхотливые, делающие чудеса люди, можем вызвать к существованию несуществующие. В свободном английском переводе Римлянам 4 17 стоит Бог примет все народы и нации, верующие Богу, как верил Авраам. Это обещание от самого Бога, который делает мертвых живым и говорит о будущих событиях так, как если бы они уже прошли. Я хочу указать вам еще на одну интересную деталь Писания. Чаус читал однажды Библию в нашей конторе. Матфея 15 главу 29 по 31 стихи. Или, я думаю, мы читали это место дома перед тем, как он пошел на работу. И послушайте-ка, тут говорится, придя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым и сли их. Видите, хромой, слепой, увечный, а увечный это человек, у которого нет каких-то колечностей. И дальше говорится в свободном английском переводе. Так что народ удивлялся, видя немых, говорящими, хромых, ходящими и слепых, видящими. О, пожалуйста, включите снова, включите снова мой микрофон, я его нечаянно выключила в горячке. Хорошо. Дальше. Хромые начали ходить, и тот, кто был слеп, прозрел. И все кричали и славили Бога Израилева. И Чалс, пожалуйста, поднимись сейчас сюда, поднимись сюда к нам, это рассказ твой, и он замечательный, так как вы можете рассказывать его, продолжать дальше всем другим людям. Аллилуйя. Слава Богу. Вы знаете, очень интересно, этот новый перевод или живой перевод Библии очень, очень просто. Старый перевод немного труднее понимать, но этот живой перевод, простое объяснение, ее легче понимать, она нам очень нравится. Было утро, когда я прочел то, что Францис проговорил вам, и в первый раз увидел обрезанные конечности, они сказали, какое чудо-чудо смотреть, как росли конечности, и я пошел в мою комнату, в контору, приблизительно в 10 утра, и позвонил Франции, и сказал об этом, знаешь, Господь будет даровать конечностям, чтобы они росли. взял некоторое время, две-три недели, и мы были в Флориде, и когда мы пошли в одну церковь, там конечно это не была харизмическая церковь, но когда мы туда приехали, пастырь познакомился с нами и сказал, в моей церкви люди привыкли уходить рано домой, если вы после девяти будете говорить, будет пустая церковь. Около 11 часов в тот вечер чудеса проявлялись один за другим, стояли, некие стояли на скемеях, поддерживая других, и смотрели на великие чудеса, которые происходили там, это был чудесный вечер чудес. Так в 11 часов мы подошли к молодому человеку, ему было так 14 или 13 лет, мы сказали, что ты желаешь, чтобы Иисус тебе сделал, он показал большой палец и сказал, этот палец был отрезан, он сказал, я хочу, чтобы Бог, этот палец мой вырос, слава Господи, вот нам возможность, мы только прочитали в Библии, и теперь мы ожидали исполнения, мы сказали, высши не руку вперед, мы закричали на этот палец, у нас еще не было, чтобы руки росли, и так мы 15 минут, и все равно руки не росли, мы кричали, кричали, и ничего не получалось, и Францис сказала, почему тебе не поднять другую руку, и когда он это сделал, мы увидели, мы увидели, пообщем, между хорошим, пальцем, он начал расти, может, так, 75 людей смотрело, и не начали кричать, скрикивать, и этот палец начал расти, расти, и расти, и все кричали, и радовались, и они были вместе, и Бог исцелил, слава Богу, это было чудесное чудо, мы начали проверять, мы не заметили, что, мы заметили, что это был чудный палец, все было нормально, и когда мы посмотрели, но ногти не было, мы сказали, ну, хорошо, мы попросим Бога, чтобы Он тебе дал ноготь, и мы приказали, чтобы ноготь начал расти, и вот там маленький, такой красный начал, и вытеки, будто кто-то немного покрасил, и мы все смотрели очень близко, и он начал так немножко только расти, немного тут просто был, и потом был ноготь, он начал расти, он очень большим стал, большим ноготь, ногтем был, и мы начали его смотреть, он был красивый палец, наше утро, он пришел в собрание, и мы пригласили, чтобы покажи, иди вперед, и покажи всем твой палец, но ногти там не было, вы начали думать, когда Бог показывает вам видение, и иногда вы видите такой синий свет, 75 из нас видели, что этот ноготь маленький выходил, ноготь ноготь будет расти нормальным способом, это слава Господу, он может восстановить частей нашего тела, теперь, это Господь вложил там час, где не было ничего, теперь, во время собрания, это было вчера вечером, по видео, это может быть все по порядку, молодой человек, возможно, не переполнит его, впереди телевизорной камеры, он имел ужасные боли в спине, он был в оксиденте, он имел проблему в бедре, нижняя часть спины болела, у него одна нога короче, чем другой, на инч, его рука выросла, верхняя часть спины исцелилась, просто Бог исцелил, и так спина болела, но у него нога была на инч короче, и Бог, когда исцелил ногу, и она выросла, тогда спина совсем была исцелена, а пока Францис свидетельствовала другим, я посидел его в одну сторону, я его посадил, и высвел его ногу, я произнес, чтобы нижняя часть исцелилась, и нога выросла на половину инчи, я даже не знал, сколько нужно было, я стоял там и наблюдал за короткой ногой, и сказал, во имя Иисуса, я вызываю, я вызывал громким словом, я мог бы кричать, сколько мог, но я просто сказал, во имя Иисуса, я говорю, и эта нога начала расти, но только выросла на половину инча, и все не было, не доросло, и тогда я ему сказал, ну, знаешь, что я сказал, значит, у меня есть внук, он привел к соседному мальчику однажды, и мы и мне приказали, чтобы нога у него выросла, и ничего не случилось, но на следующее утро он пришел и сказал, смотрите, моя нога выросла, ночью она выросла, и так похоже, что Бог справляет и эти ноги у тебя, перед тем, как к нам идти домой вчера вечером, этот человек вышел вперед и сказал, не только что со спиной в порядке, но это чудесная вещь, и мои ноги одинаковые, Бог исцелил все, однажды мы были на служение в Уисконсен, там была одна дама, она помогала нам в служении судьбе, и мы служили Богу пением, и мы не знаем, что происходило там позади, нам после рассказали, но в публике, когда мы славили Бога, проявилась огромная сила в исцелении в службе, видите, я думал, 50-ники там употребляют эмоцию, когда славят Господа, но что это такое? Люди приходят в обижение, больные, с проблемами, и думают только про себя, но когда вы начинаете славить Господа, вы не употребляете гуслей в большой части, вы начинаете славить Бога пением, в уме, ваш разум оставляет вас, и вы наполняетесь Духом Господом, и когда ваш ум целиком открыт Богу, Он благословляет вас и исцеляет, и это, что происходило там, и здесь 13-летнюю девушку отвезли к зубному технику, у ней были страшные зубы, у ней торчали везде, десна, кровотечились, ее зубы были в ужасном положении, и чтобы исправить это, они хотели больше, чем 3000 долларов, и это большая семья, они не могли в состоянии заплатить, и так, и как эта Божья сила действовала, девушка сказала, мама, мама, мои зубы двигаются, мама сказала, встань, быстро, девушка встала и пошла вперед, дама, которая работала с нами, посмотрела на зубы, и она проверила, она также была техником, поэтому она имела представление, и эта девушка была под силой Божьей, 30 минут лежала на спине, они нас позвали, и все нам сказали, как я вам только рассказал, и мы посмотрели на ее зубы, они были все прямо и чистенькие, мне показалось, как будто Господь взял рейские жемчужинки и сделал совершенно новые зубы, не чудо ли, мы спросили, здесь есть зубной врач, молодой зубной врач, ехал 4 часа, чтобы попасть на это чудное служение, он вышел и посмотрел на них, проверил их и сказал, я никогда не видел в моей жизни ни настоящих зубов и ни вставных таких красивых, идеальных, каждый зуб на своем месте, каждый зуб почищен, каждый почищен, как жемчужинки сияли, десна здоровы, все было превосходным, был чудный спектр, совершенно чудо, Бог может исцелять во время объявлений или во время лепты, Бог может все это делать в это время, во время лепты, Ему все равно, стоит вам выйти наперед и Господь исцелит, я стоял здесь, пока Франция собирала жертву, мне стукнуло мысль, слово знание, вот что я почувствовал о драх духовных, у меня наша болела, болеть десны, и я начал, когда кто-то там болеет, я чувствую в моем теле, что там кто-то болеет, это слово знание, и в этом положении я чувствовал мои десны, как будто кто-то мне дал укол с новокрином, и я знал, что кто-то там сидел, там сидели люди, которые имели боли на этом месте, и я объявил, и пять человек вышли, и у двух зубов абсцесс исчез, Бог их исцелил, а двое имеют дырки в зубах, и у них бломочки выпали, и Господь запомнил их, и опять человек не спросил, и она сказала, я сегодня был у зубного, и он напомнил три зуба, пять были плохие, а завтра он еще два напомнил, но Иисус обогнал его, она сказала, все бломочки сделаны превосходно, Бог сделал чудо, на этой поездке Францис вытащила бломочку из ее зуба, она выпала, и она дал мне, и я выбросил ее, бломочку, по течении следующей недели у Францис на языке появилась язвочка от задевания сломатого зуба, как только мы приехали домой, Францис немедленно сделала назначение к врачу, у которого были все снимки, и когда она приехала, она наша думает, Боже мой, почему я должна туда идти, ты селяешь, и зубови, и все, почему ты не можешь мне просто бломочку сам сделать, все равно, она зашла к нему и села, и техник вышел и сказал, как я могу вам послужить, Францис сказала, вот этот зуб, вот здесь, бломочка выпала, ее нужно исправить, он посмотрел и сказал, какой зуб это, вот этот, и она не могла найти, и Дентис пришел и сказал, ну где, и он посмотрел, и какой, она говорила, тот, что не видишь, и он сказал, о нет, этот зуб ни в чем не нуждается, ведь этот человек был верующим врачом, он уверовал в нашем служении, ведь наш Господь производит чудеса в модерное время и в настоящее время, непрошедшее, хвала и слава Иисусу Христу, ведь Господь сегодня действует по силе Духа Святого, мы были в Иоанна Кортис, и там много чего случилось, и Господь, делал великое чудеса там, и пусть сейчас Францис вам расскажет, я не хочу взять микрофон, то, почему я думаю, что так интересно посещать служение и исчисления, это то, что очень интересные вещи происходят с тобой там, я думаю, что человек, начинающий служение людям в мире, он наберется того же опыта, что и мы с Часлом, кто из вас знает, что у нас огромнейший опыт, и знайте, мы никогда не закончим писать наши книги о всех тех интересных вещах, случающихся на наших собраниях, но всегда мы стараемся выбирать самые интересные вещи, и этот вечер был очень интересен, на собрании пришло много людей, и кажется, у нас было слово мудрости или что-то похожее, мы позвали человека на сцену и возложили на него руки, и он упал под действием силы Божьей, и по всему залу слышалось, «Ох, что случилось? Что случилось?» так как он упал под действием силы Божьей, и я помню первый раз, когда я это увидел, я думала, что кто-то кого-то убивает или кто-то упал от приступа сердца, я не понимала, что это сила Святого Духа, и мы слышали этот крик по всему залу, я же подумала, лучше я спрошу их, кто из них видел, как люди падают под силой Божьей, и я была шокирована, потому что большинство не видели этого вообще никогда, это случилось несколько лет назад, в наши же дни, люди падают под действием Божьей силы на собраниях очень часто, и люди к этому привыкли, и я была шокирована тем, что так много людей никогда этого не видели, чувствовала, что люди думают, «Ой, что это Бог или что-то другое?» и я подумала, что лучше попросить их подняться на сцену, если они никогда этого не видели раньше, «Хорошо», сказала я, «пусть человек 25 подойдут сюда, я возложу руки на вас, чтобы вы знали, что же происходит». Упасть под действием Святого Духа это одно из замечательнейших вещей в жизни, и я не думаю, что все должны выходить вперед на каждом собрании и падать, не поймите меня неправильно, но я верю, что Господь производит с вами большую работу, когда вы лежите под его силой. Лично я думаю, что все должны иметь опыт падания под действием силы Святого Духа в своей жизни. Перед сценой было тогда место, я думаю, для где-то 20 человек, и вот, и Чарльз, и я возложили на них всех руки, и очень интересно, что потом случилось. Они все, как один, очутились на полу и остались лежать там, не поднимаясь. Господь совершает различные вещи по различным причинам. Иногда вы видите, как кто-то старается подняться с пола, но пока Бог не захочет отпустить вас, «Знаете ли вы, что вы не сможете подняться?» Они были как приклеены к полу, как будто разлили клей по полу, и они приклеились к нему. Мы же стояли над ними и смотрели, а на полу лежали 20 человек. Мы с Чарльзом подумали, что надо начать петь. Это было непросто сделать, так как наши музыканты тоже лежали на полу. «Хорошо, может, тогда мы споем все вместе», подумали мы, и они начнут подниматься с пола, в то время. Мы запели одну песню, потом мы запели другую, потом мы запели третью, потом мы запели четвертую. «Что случилось?» подумала я. Потом же случилась необычная вещь. Первая женщина, лежащая на полу, начала смеяться. Вы видели когда-нибудь, когда люди светутся святым смехом, данным им, Духом Святым? Однажды это случилось со мной. В первый раз это случилось со мной, когда кто-то возложил на меня руки, и я никогда в жизни не забуду того, что случилось со мной тогда. Я помню тот день, мое платье и все детали. Я лежала на полу, и вдруг ко мне пришла мысль, что я хочу смеяться. и я подумала, хорошо, но я не могу сейчас смеяться. Это серьезное собрание. Я не могу. Но когда сам Святой Дух дает тебе смех, нельзя остановиться. Я закрыла руками лицо, и вдруг я просто засмеялась, и смеялась, и смеялась, и смеялась. На мне было очень красивое дорогое платье, и я буквально каталась по полу от смеха, и я не могла остановиться смеяться. Я просто грызла пол, но не могла остановиться. Это был неконтролируемый смех, и я думаю, что я еще не перестала смеяться и сейчас. И вот, что случилось. Эта женщина начала смеяться. Это кажется ненормальным на первый взгляд. Аминь. Не так ли вы? Вы думаете, что они смеются сами от себя, и не понимаете, что происходит? И вот, рядом с ней на полу лежал очень уважаемый бизнесмен, и вдруг он тоже, как и она, хум-хум-хум-хум, начал смеяться, и он был, это тоже был совершенно неконтролируемый смех, и вскоре каждый, лежавший на полу, смеялся. Вы в своей жизни никогда не слышали столько смеха. Вскоре смехом заразилось все собрание, и каждый присутствующий начал смеяться, как давал им Дух Божий. все держались за животы, топали ногами, и смеялись, 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 и смеялись, и никак не могли остановиться. Женщина, начавшая смеяться первой, встала с пола, тоже все время продолжая смеяться. Она вернулась на свое место в зале, она сидела около своей тетки, которую она буквально притащила на собрание, так как тетка не хотела идти. У этой женщины была болезнь, вызывающая атрофию и слабость мускулов. Она же смеялась так сильно, что не могла объяснить своей тетке, что с ней случилось, и поэтому она подняла свои бывшие искривленными руки и начала бить ими тетку. А тетка тоже смеялась и смеялась, но в конце, в концов, она поняла, что ее родственница исцелилась, потому что раньше она не могла поднять руку. И вдруг встает также мужчина и смотрит вниз на свою жену, потому что она в это время лежала на полу, и он говорит, дорогая, ты больше не косишь, а она смеется, и все смеется, и все смеется, и смеется, и он тоже смеется. Там была также девочка, стоявшая на спинке стула и смотревшая вниз, так же, как и у мужчины прошлым вечером у нее была одна ступня короче другой, поэтому она носила обувь разного размера. В тот вечер на ней были плетенки. Вдруг она увидела, что ее короткая ступня начала расти, и пальцы вылезли через прорез впереди. Увидев это, она начала кричать. Никогда до этого и после я не видела ничего подобного. Это единственный раз в жизни, когда я видела все собрание, смеющееся святым смехом. Но еще более интересное произошло на следующий день, ко мне подошла девушка и спросила «Знаете, что случилось со мной вчера, когда я смеялась?» спросила она «Нет, не знаю». Она рассказала вот что. Несколько лет назад мне отрезали часть груди. Прошлым вечером я смеялась так, что у меня заболел живот. Потом я почувствовала, что у меня растет новая грудь. Придя домой, девушка обнаружила, что у нее две совершенно нормальные груди. я ничего не могла понять. В Библии я не могла найти ни одного места, где рассказывается, как люди исцелялись во время смеха. Потом я спросила проповедника Лестера Самрала, происшедшим в тот вечер. «Но я не понимаю этого, я не понимаю то, что произошло», сказала я ему. Он же ответил мне, «Разрешите напомнить вам, что во всем святом есть огромная сила. И если Господь избирает исцелить людей во время смеха, смейтесь вместе с ними, радуйтесь и верьте, что произойдет чудо». В тот вечер мы увидели большие чудеса, подобных которым мы больше не видели на наших собраниях. И в тот вечер все собравшиеся просмеялись весь вечер смехом, который был данным Духом Святым. Вперед вывели мужчину умирающего от рака. Его жена все не могла остановиться. Ха-ха-ха-ха, он умирает от рака. Она все смеялась и смеялась на весь зал. И ее муж смеялся тоже. Доктора сказали мне, что мне осталось жить две недели. Ха-ха-ха. Он все смеялся. Это случилось семь или восемь лет назад. И он жив по сей день. Смеясь на весь зал, он был совершенно исцелел от рака. Это было замечательное собрание, когда царствовал Святой Дух. Есть причина тому, что мы рассказываем эти истории. Не так ли, дорогой мой? Причиной наших рассказов является то, что мы не хотим, чтобы вы закрывали Бога в ящик. Бог всемогущ, и Он может делать все, что хочет, и когда только пожелает. Если Бог пожелает, чтобы все плакали, а у нас такого не случалось, Чарльз, то все в собрании начнут плакать. Если Господу угодно разрешить всем плакать и в то же время исцелять людей, я ничего не имею против этого, а вы? Но мы очень часто связаны традициями и думаем, что Бог может действовать по определенному шаблону. Когда, например, играет орган, и кто-то на пианино мягко подыгрывает песни об исцелении, иначе никто никогда не исцелится. Исцеления должны произойти между 11 и 12 часами воскресенья утром, потому что Бог исцеляет только тогда. Вы должны обязательно освободиться от этого. Освободитесь от этого. Помните, что Бог всемогущ, и Он хочет исцелять всегда, и несмотря на никакие обстоятельства, часто очень необычными способами. Я думаю, что это одна из причин того, что мы с Чазом участвуем в этих служениях исцеления. Чазом, расскажи, пожалуйста, теперь о том, как действует дар веры. У нас осталось 5 минут до конца. В нашей книге в главе 16 дар веры не просто обыкновенная вера. Все имеют час веры и начинают практиковать просто веры, и потом каждый может исцелять больных в какой-то помере. Бывают сверхъестественные моменты, когда это происходит, вы превращаетесь в тигра. Вы можете идти и делать хоть что. Педорогая, оставь мне немного времени, и я еще что-то скажу. Иисус действует вместе с даром веры и даром чудес, когда Он превратил воду в вино. Петр употреблял дар веры, когда Он шел по воде. Вы найдете много вещей таких, по всей Библии, сверхъестественные вещи могут прийти неожиданно, и вы будете делать того, что не думали. Вот так. Когда Франции с ней женились, мы действовали по вере, потому что Бог проговорил в Франции, в Миями, и Бог проговорил ко мне в Хьюстине, и сказал, где в минуту и в секунду, где мы должны жениться. И мы хвалили Бога. Помните, во всякое время слушать Бога самая важная часть. Настройте себя и слушайте Бога, и когда Он говорит, вам что-то... Подскакивайте быстро и делайте. Теперь Францис расскажет вам про Джеффи, маленький динамит. Это есть действие дары веры и дара исцеления вместе. Я хочу, чтобы каждый из вас был чувствителен и ждал того момента, когда Господь даст вам дар веры. Я знаю, что когда мы говорим о дарах Святого Духа, мы говорили много о даре веры, но есть еще несколько сторон этого дара, поэтому я и расскажу вам следующую историю, чтобы вы были готовы принять дар веры, который Господь даст вам неожиданно и сверхъестественным образом, так он не предупреждает заранее, когда даст вам этот дар. И он говорит, например, когда ты будешь молиться за то, или за то, я дам ему дар веры. Я хочу, чтобы вы были чутки и ожидали, что Господь будет действовать. Я обожаю стих 11 из 41 Псалма, живого перевода. Жди действия Господня. Слишком многие не ждут, что Господь воспользуется ими. Когда они возлагают руки на больных, они не ожидают чуда. Когда же я возлагаю руки, я жду действия Господня, я жду начала чудес. Эта история случилась тогда, когда я в первый раз Господь дал дар веры Чалсу и Франсис Хантерам. И, наверное, Он все-таки дал больше веры Чалсу, чем мне. К нам пришла пара с маленьким мальчиком, у которого был церебральный паралич. Ему было 4 или 5 лет, и он никогда в жизни не ходил и не ползал. Они не верили в исцеление, пока не прочитали нашу книгу с тех пор, как прошел Христос, о том, как Бог призвал нас к этому служению. Они прочли о сверхъестественных исцелениях и подумали, ведь это может произойти и с маленьким Джеффом. Однажды они прочитали о том, что мы будем в Лувиле, в штате Кентукки, и это было очень далеко. Они встали в 3 часа утра, подоили своих коров и посадили Джеффа в машину. По дороге они все время говорили сыну, Джеффи, ты сегодня исцелишься, дорогой, ты исцелишься сегодня, ты исцелишься сегодня, обязательно исцелишься. Я люблю всех приезжающих к нам в таком настроении. Это укрепляет веру. Все эти долгие часы, пока они ехали на собрание, они твердили, это день твоего исцеления, это день твоего исцеления, это будет днем твоего исцеления, сегодня пришел день твоего исцеления. Тело Джеффа было затянуто в корсет, он никогда никогда не ходил и не ползал. На собрание пришло время возложить на него руки, и Бог дал нам дар веры в тот же миг, и я позвала Джеффа на сцену, и вот он сидит у меня на коленях. Я спросила, Джеффи, ты веришь, что Иисус Христос может исцелять? Да, Он будет исцелять, и сегодня, и сегодня. Маленький мальчик имел веру в своем сердце. Короче говоря, мы возложили на него руки. Час попросил родителей снять с него корсет, и они сразу же упали под действием Божьей силы. Часу пришлось снять самому корсет с мальчика. Он поставил его и сказал к нему, беги, беги во имя Иисуса Христа. И этот маленький мальчик, в жизни не ходивший, побежал через весь огромный зал церкви в Ангельской скинни. Когда он добежал до конца, я позвала, беги сейчас обратно. И Джефф побежал, спотыкаясь, так как его ноги еще не окрепли. И он, добежав до сцены, вскарабкался на меня. Он был совершенно исцелен силой Божьей. У нас дома, в прихожей, висит корсет Джеффа, который они оставили. Это и есть дар веры. Дар веры. Слава Богу! Продолжение следует...